В юбилейный для района год комиссия с представителей общественных организаций и работников культуры проедет по всем 20 муниципальным образованиям. Каждый сельсовет станет участником большого конкурсного проекта «Мы – частица нашего района». Победителем станет лучший. В рамках конкурса будут организованы творческие выставки и театрализованные представления. Нужно ярко рассказать историю поселений. Первыми свои двери для жюри и зрителей распахнул Дом культуры села Верхкайон. «Строя рубинка, мы светимся наш краёк». Вспомнить тех, благодаря кому село расцветало. Причем сделать это нужно в ярко театрализованной форме. В сценарии готовили сообща культработники, учителя, администрация сельсовета. Каждое муниципальное образование будет показывать своё мероприятие. Мероприятие посвящено конкретной территории, где оно проходит. Людям, которые жили, творили, достигали чего-то, добивались, то есть работали на благо своей территории, своего села и района. Татьяна Портенцова входит в состав жюри конкурса, но историю Кайона знает не понаслышке. Долгое время проработала главой района. Сегодня напоминает, село появилось ещё в Петровские времена и выстояло, пережив все невзгоды. У кого-то наверняка остались в памяти рассказы отцов, дедов. Помнят организацию первой в районе мраморной МТС, наверняка помнят. Помнят начало развития совхоза Кайонский и, конечно, их руководителей. Село своими усилиями, своим трудом, своей несломленной силой духа показало, что какие бы испытания не выпадали на нашу долю, мы выстоим. Рассвет села – это период работы Кайонского совхоза. Селяне выполняли планы по производству мяса, молока, зерна. Многие из работников были награждены Орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня их вспоминают по именам, а главному бухгалтеру Елене Славенко вручают юбилейную медаль. Совхоз планомерно развивался. Если так вот сказать, то поголовье крупного рогатого скота в совхозе было около 4 тысяч голов. А дольное стадо составляло 1650 голов. Это довольно-таки крупное хозяйство в районе. Развернулось строительство этого прекрасного клуба, школы. Построена была ферма, ферма построена. Значит, вот бетонная дорога, село развивалось. Тема развала совхоза грустная, но это тоже история. Примечательно, что сейчас в селе практически не держат коров. Но современные школьники, которые не видели тучные стада в селе, свою малую родину представляют именно такой – хлебородной, зажиточной. Причем здесь рисунки с Китерни, детей, с Михайловки и Тайон. Вот именно село глазами детей. Здесь же рядом и профессиональная живопись. Гордость села художник и скульптор Евгения Красноумова успела запечатлеть былые сельские пейзажи. Этого места уже сейчас нет. Его буквально два года назад снесли, вот этот склад. И это как бы осталось такая малая частичка, малое воспоминание о былой красоте, которая угасает потихоньку. Учитывая то, что я здесь родилась, здесь у меня родители живут, здесь родная школа. И мне приятно возвращаться в это место. Я сейчас живу в Новосибирске, но все равно я помню Кайон, люблю его рисовать. Кайону всегда везло с талантливыми людьми. Был у села и свой поэт. Любовь Катенева оставила богатое наследие стихов и прозы о сибирском селе. Кайонцы представят также выставку декоративно-прикладного творчества и свежеспеченные пироги на конкурс «Искитимский юбилейный каравай». Но если не мы, свободная Россия, огромная Россия, великая Россия. Школа в селе – нить связующее поколение. Здесь растят достойную смену. Под занавес к учителям и ребятам выходят самые уважаемые жители Верх-Кайона. Недаром сегодня повторяют – главное богатство села – это люди. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...